Со дня смерти Леной Туктагуловой прошел ровно год. Мама девочки согласилась на интервью при условии, что оно будет проходить где угодно, только не дома, где все напоминает о дочери. Встретиться было решено у семейного адвоката. Мама мечтала поступить в медицинский. Это у нее уже конкретная была, как говорится, ее точка зрения. Была она жизнерадостная, общительная она была. По словам Ольги, на плохое самочувствие дочь начала жаловаться за месяц до смерти. Ее мучили слабость, тошнота, болел живот и ноги. По словам матери, педиатр назначил единственный анализ – ФГДС, по результатам которого медик поставил диагноз – хронический гастрит. Через три недели девятикласснице стало плохо, у больницы она впала в кому. Через сутки умерла от отека мозга. Вскрытие показало – девочка была больна сахарным диабетом. Все это произошло почему? Потому что она была осмотрена очень поверхностно, обследование не назначалось, был недостаточно собран анамлез заболевания. Если бы даже, в принципе, и тот диагноз, который установил врач – гастрит, однозначно нужно было проходить анализы. Какие анализы нужно было делать? Кровь, мочу. Этого не было сделано? Нет, этого не было сделано. Однозначно, что ее бы можно было спасти. Следствие по делу 15-летней школьницы шло 8 месяцев. Провели несколько экспертиз, которые подтвердили – диагноз поставлен неправильно. Обвиняемая врач, детский педиатр, неверно выставила диагноз больной, не диагностировала вовремя заболевание, а также не обеспечила надлежащее лечение и своевременную госпитализацию ребенка, вследствие чего наступила смерть пациента. Между тем, Калейдау Розалиеву продолжает работать участковым педиатром в той же детской поликлинике. Отстранять ее от работы руководство не намерено. От интервью медработник отказалась. Их общую позицию согласилась озвучить заведующая поликлиникой. Мое мнение по поводу данного случая, в общем-то, там много очень вопросов. Вы считаете, что ваш врач действительно виновен в смерти ребенка? Я не считаю. Она посмотрела эту девочку, данных за то заболевание, которое выставляется ей, инкриминентница, что она не поставила диагноза, не было на момент ее осмотра. Доктор грамотный, квалифицированный, давно работает на нашей поликлинике. Каких-то замечаний, нареканий ранее у нее не было. Первое судебное заседание состоится в понедельник, 15 октября. Как показывает практика, такие уголовные дела рассматриваются достаточно долго. Если суд признает врача-педиатра виновной в смерти пациента, максимальное наказание, которое грозит ей, до трех лет лишения свободы. Вы считаете, она должна сидеть у нее? Да.